и начинаем с остановки компонентов программами авторазмещения и авто трассировки я почти никогда не пользуюсь авторазмещения вообще никогда потому что не знаю на каком принципе они работают то есть мне кажется и размещение по по этому алгоритму получается совсем неадекватным авто трассировкой бывает иногда пользуюсь когда надо посмотреть можно ли эту плату вот когда я зашел в тупик можно ли эту плату как-то развести то есть он может показать доступные варианты но вот процентов 95 трассировки я провожу вручную расстановку элементов выбираем этот значок открывается список компонентов которые нам надо поставить на плату и я всегда начинаю расстановку с элементов о которых больше всего выводов это у нас микроконтроллер и операционный усилитель так микроконтроллер видим что появились такие красные кружки которые говорят что произошла ошибка дело в том что по умолчанию правила которые проверяют правильность трансировки у них расстояние между дорожками между контактами задано побольше поэтому заходим во вкладку технологии дизайнер у менеджер и здесь уменьшаем вот эти числа попробуем до 10 окей не пропало можем посмотреть что конкретно не так нажимаем вот здесь видим ошибки нажимаем и видим что вот расстояние между контактными площадками по правилу 15 хотя сейчас изменил на 10 а на самом деле девять с половиной поэтому еще раз заходим дизайн рул и изменяем здесь на 5 окей и вот видим кружки исчезли так проверяем расстояние берем линейку и измеряем расстояние ну например от этого края ножки до этого края переводим метрическую систему нажимаем на букву м и видим 9 и 9 миллиметров так проверяю да примерно что то такое и получается на моем микроконтроллере то есть это посадочное место подходит далее добавим сюда еще операционник вот эти вот желтые линии когда ведется компонент желтая стрелочка это так называемая линия силы насколько я помню то есть как будто бы там будет куда она указывает там будет оптимально его размещение либо он так не тяготеет в общем не знаю особо на нее не смотрю как мы видим напрямую между контроллером и операционником связи нету это только связь по питанию общая шина также проверим размер операционника 74 миллиметра примерно так и получается так пока отодвинем их подальше далее раз у нас такая сложная плата что вот такой большой список компонентов то добавлять сюда компоненты я буду по их узлам то есть допустим вот обвязка операционника сюда я расставлю компоненты для измерителя для амперметра если бы компонентов было меньше то я бы просто добавлял сюда на поле смотрел куда идут связи и размещал их примерно там где эти связи оптимальные так расставил все компоненты и потом уже расставлял их более тщательно уже подбирая где они будут стоять чтобы связи были покороче дорожки проходили нормально но сейчас так как сложная плата то смотрим на схему такс но давайте сделаем обвязку операционника который относится к амперметру смотрим 19 20 21 23 24 так 18 19 20 21 а все они тут 22 23 24 25 то есть с р-18 по р-25 мы ставим к операционнику находим здесь р-18 и начинаем размещать вот видим связи к этим двум дорожкам тут рядом и ставим р-19 сюда р-20 р-20 так он идет на землю 21 23 так 24 на микроконтроллер 25 25 здесь так проверяем 25 самый последний также сюда ставим тело 431 и конденсатор и стабилитрон конденсатор с 7 d4 у 4 конденсатор с 7 пока у так поставим d4 стабилитрон стоит на выходе и у 4 стабилизатор регулируемый стабилитрон обязательно скачиваем это шить и смотрим как расположена ножки в корпусе 123 так у меня т.л. 431 т.л. 432 и по схеме что у нас тут 1 и 3 ножка управляющий и анод соединяется вместе и идут к резистору управляющий и анод то есть первая вторая ножка соединяется вместе и идут к резистору переходим на плату здесь мы видим сейчас по другому когда мне надо ставить какой-то компонент которую не библиотеки или какой-то специфический то применяю такой способ вызываю package mode здесь уже есть 123 так вот эти они между собой не отличаются не отличаются и теперь соединяем вот этот компонент которого нет на схеме соединяем его выводы с теми которые нам нужны то есть здесь мне надо выбираю выбираю дорожку внизу выбираю нижний слой соединяю третью и вторую ножку вместе и теперь надо подвести ее к этому компоненту если так сделаю то выдаст ошибку поэтому другого способа я не знаю я делаю вот так вывожу из этой ножки дорожку так зря нажал если два раза нажать то сделается переходное отверстие но я ими не пользуюсь вот провел дорожку и теперь с этой части с любой также веду дорожку и подключаю ее к этой пару щелчков и потом правой кнопкой мышки готово готово теперь если я удалю ее то здесь будет связь именно то чего я добивался также делаем со второй ножкой раз два удаляем не получилось надо точно навести на дорожку чтобы была связь вот теперь этот компонент можно удалить так стабилитрон конденсатор бла 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 постоянный резистор мощный r22 где он тут так не понял а где он так почему исключить из симуляции из платы не понятно рез 120 но все верно почему здесь галочка стоит непонятно так проверим остальные шунты здесь все нормально здесь все нормально окей еще раз ищем 22 резистор вот on ye 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 ve кстати так что у нас здесь без контактов r20 так и вот минус что если мы делаем синхронизацию со схемой то у нас обрывается связь от того элемента который мы поставили которого нет на схеме поэтому сначала расставим компоненты а потом уже добавим этот элемент начнем расставлять примерно прокидываем как можно расставить чтобы было как можно меньше пересечений и все было удобно и Так, R25 у нас куда идёт? R25 идёт на плюс двадцать. Так, посмотрим, что будет, если делать таким образом. Выбираем дорожку, выбираем редактировать и по дефолту выберем где-то 25 толщину дорожки общую. И начнём разводить предварительно. Так, 25 будет много. Ещё уменьшим. Так, чё, в чём дело? Вот так вот. Так, чё-то я не понял почему. Устанавливается ширина дорожки 30. Ну, видимо, где-то в настройках. Ладно, пока продолжим. Это можно будет изменить потом. Так, здесь помним, что распиновка у стабилизатора будет другая. В принципе, можно и не ставить другой компонент. Просто на плате поставить микросхему так как надо. То есть она будет стоять по диагонали. Кривовато, но зато на своём месте. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова И здесь у нас будет ещё часть для источника тока. Так, пододвинем. Вот это всё. Сюда. И, наверное, проведём дорожку. Вот таким образом. Так, ну что-то более-менее. Посмотрим, что получится в итоге. Следующая часть. Ну, пусть это будет вторая половинка операционника. Р. Р. 11, 12, 13. 9, 10, 11, 12, 13. И С4, С6. 9, 13, 4, 6. Так, 14 не то. И С4, С6. Так, 12, 13. Это наш ШИМ. С4, С6. Так, 12, 13. ШИМ, как на схеме, так же ставим и здесь компоненты. Это будет удобней и понятней. Так, это что у нас на землю? Нет, не на землю. А, вот этот на землю. Так. Так. То есть, вот эта цепочка у нас ШИМ преобразует в постоянное напряжение и идет на пятую ножку. Пока оставим. Что еще у нас тут? Так, операционник на месте. Остался транзистор. К1. К1. Напоминаю, что это будет просто посадочные места, в которые мы будем впаивать провода и они будут идти на транзистор, который расположен на радиаторе для охлаждения. Эту сборку пододвигаем поближе. Так же. Так же. Так. 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 и делаем дорожки чтобы лишний зеленый цвет нам глаза не мазорил так здесь попробуем вот так вот поставить резистор но но вот с в в пока так так расположение больших элементов резистор и транзистор пока оставим неопределенным нарисуем остальную плату и там уже сориентируемся